Еще это важное замечание. Мы не использовали то, что числа А это вещественные числа или рациональные. Важно было, что в принципе возможно деление с уголком. Поэтому теорема безу для поля вычетов по простому модулю, разумеется, верна. И замечательное следствие из нее. Поэтому, если у нас есть какой-то многочлен, не важно какой, то у него корней не может быть больше, чем его степень. Вот очень важная штука. Давайте возьмем моду 4. Это непростое число. И такой многочлен 2х. Решаем сравнение. 2х сравним с нулем по модулю 4. Очевидно, что решения у него такие. Это 0 или 2. Значит, у сравнения первой степени получилось 2 решения. Ну, можно такого много навредумывать, если модуль является составным числом. Если же модуль является простым числом, то как только у многочлена есть корень, то этот многочлен делится на х минус этот корень. И дальше смотрите, что происходит. Вот у нас был многочлен, разделился. Значит, R равно 2. То есть, это Q, R, здесь и N. И мы получили G многочлен меньшей степени. Если еще есть какой-то корень у многочлена F, то подставив его, мы здесь обнаружим не 0, потому что это какой-то другой корень. Для простых чисел, если произведение делится на простое число, и вот это вот не делится, то на самом деле вот это должно делиться. И поэтому все корни многочлены F для простого модуля, кроме B, обязаны быть и корнями вот этого. Ну, а у него степень не единицу меньше, и значит, это очень важное потом будет у нас замечание. Корней по простому модулю не бывает больше, чем степень. Понятно? Понятно. И еще одно следствие из только что доказанной теоремы. Помните, мы записывали вот в таком виде малую теорему форма? Так вот, мы только что это доказали. Почему? Потому что по классической формулировке вот здесь написано A в минус первой сравнимо с единицей, если A не делится на B. Так вот, все эти числа 1, 2, 3 и так далее по минус 1 не делятся на B. Значит, здесь сравнение такое верное. Значит, здесь будет 0, то есть это корень. А по теореме Безу, если есть корень какой-то A, то многочлен делится на эти минусы. Ну и так, по одному корню, я уже объяснял, так вот отщипывая, мы потихонечку-потихонечку разложим, ну и вот он весь разложится в произведении по минус 1 множеству. А поскольку степени равны, то, значит, будет действительно строгое равенство. И слева стоит дырочная степень по минус 1, и справа дырочная степень по минус 1. Все хорошо. Приведенные формули х минус 1, х минус 2, и так до х минус P плюс 1. А где найдется место множителю х плюс 1? х плюс 1 – это то же самое, что х минус P плюс 1. У нас чисто рассматриваются с точностью до P, прибавление и вычитание P. х плюс 1 и х минус P плюс 1 – это одно и то же. Потому что у нас здесь написано по модулю P. То есть все коэффициенты рассчитываем только с точки ее зрения их остаток в этой линии на P. «Подолжение следует...»